Число заболевших новой коронавирусной инфекцией снова стало расти. 3400 пациентов с диагнозом ковид и подозрением на него проходят лечение в стационарах. Областные власти надеются, что активная вакцинация позволит выработать коллективный иммунитет. На заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией обсудили ход прививочной кампании. Сейчас в области работают 144 прививочных пункта, два из них мобильные комплексы. Еще 19 подобных комплексов планируют закупить в ближайшее время. И в первую очередь они будут работать именно с населением и будут вакцинировать на дому. Здесь я думаю, что во взаимодействии в первую очередь с социальными работниками мы можем выстроить логистику этого процесса достаточно эффективно. То есть нам нужно подтверждение добровольного согласия человека на вакцинацию. И дальше мы выстраиваем логистику. Дополнительные мобильные комплексы позволят сделать процесс вакцинации более удобным для населения и сократить время ожидания. На сегодняшний день в области привились более 116 тысяч человек. Из них свыше 64 тысяч получили второй компонент прививки и завершили вакцинацию. При этом более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. На информирование населения о прививочной кампании главы муниципалитетов поручили обратить особое внимание. У нас вот социальные службы как задействованы в информировании все-таки доходим ли мы до каждого человека с объяснением безопасности, их необходимых действий, куда прийти, когда прийти, как записаться на прививку для этих категорий, для лиц с хроническими заболеваниями старше 60 лет. Более 95% информированы, что есть вакцинация и необходимо вакцинироваться. Но только чуть более 50% получили приглашение непосредственно на вакцинацию. В связи с этим главам районных больниц было дано поручение усилить работу по информированию и приглашению граждан на вакцинацию. Рассмотрели на заседании Оперштаба итоги работы по контролю за соблюдением масочного режима в крупных торговых центрах и транспорте. Проверочные рейды продолжатся. Что же касается граждан старше 65 лет, их временная изоляция по рекомендации регионального Роспотребнадзора будет продлена. Ольга Павлова, События.